Через минут сорок после того, как я, разъявив рот, любовалась статуями, незамией и так далее, я ухожу из парка, и часа через два, уже почти будучи дома, я понимаю, что сумочку я оставила в парке. В сумочке примерно тысячи долларов, что для меня сумма. Дочь говорит, мама, не падай в обморок, есть надежда, и мы едем назад в парк. Вы себе на секунду представьте Москву, где вы оставили сумочку с тысячей долларов, что там останется в этой сумочке и сумочка где будет. Так вот, я прихожу, рядом на скамеечке сидит молодая пара, они о чем-то беседуют, моя сумочка стоит рядом, как вот она стояла. Я подхожу при себя, думаю, ну конечно, сумочку-то они поставили, а что в сумочке? Но мне неудобно было сразу. Я отошла в сторонку, открываю, деньги лежат. Вы знаете, у меня как-то очень резко, помимо всех памятников, помимо архитектурных шедевров, помимо того, что Персия – это цивилизация мира, вы знаете, у меня к этой стране такое уважение появилось. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь было у нас так. Так, эпизод второй. Родные дают мне бумажку, на которой написано, где я живу и как туда проехать, по Фарси я не говорю. Мне заказывают такси, который стоит просто копейки, потому что можно ездить целый день и заплатить 16 долларов, что для москвича просто смешно. Это 9 часов езды на этом такси. Значит, шоферу я даю эту бумажку, он на нее внимательно смотрит, ее вот так переворачивает, все понимает и везет меня куда-то. И, конечно, мне надоело ездить, и я решила пройтись по улице Бальясо. Ну, все ее знают, шикарная улица, длинная, огромная. Вообще, для меня очень важно, как для журналиста, вот это, наверное, стыдно это говорить, безусловно, памятники архитектуры, но народ. Мне это очень интересно, мне интересно посмотреть, чем живут, как общаются, что такое муж-жена, как у них там. Так я многие страны объяснила, я просто сидела и вот так смотрела на улицу. Если просидеть часов в 6, очень много о стране понимаешь. Как они говорят, что они повели, куда ребенка, почему машина, почему нет кресла или есть. Вы понимаете, это нюансы такие. Ну вот, короче говоря, я потерялась. На улице в Альянс, я куда-то ушла, и я потерялась. Я понимала, что если я пойду обратно, может быть, я и приду домой. Но, скорее всего, нет, потому что я приехала на такси. Бумажки тоже не оказалось. И вот мое положение. Я стою у фонарного столба, вся из себя блондинка. Я обращаю на себя внимание, ну я в полоточке, как полагается. Ну вы же чувствовали на себя взгляды, особенно если ты светлый, так сказать. Причем я почему-то думала, что это будет как у нас на Кавказе, девушка. Ничего подобного. Мужчины опускают глаза и проходят. Как положено. Очень вежливо, очень культурно. Но тут мне уже не до чего. Потому что я понимаю, что домой я не попадаю. Смеркается. Сейчас 6 часов, все, полная темень, и где я? Вы знаете, меня начинает пробирать мандраж. Я в чужой стране, адреса нет. И как зовут этот район, я тоже не знаю. Ну напрочь. То есть я помню первое начало. Я сейчас не вспомню, как это называлось. Но я только помню сам район. А что дальше нет? И, видимо, мое беспокойство передается проходящим людям. Ко мне подходит какая-то женщина. Говорит, что-то случилось по-английски. Я говорю, да. Я так обрадовалась. Да, случилось. Я потерялась. Она говорит, а где вы живете? Какая гостиница? Я не гостиница, я родственник. Я не знаю, как мне, куда мне, что. Она говорит, ну давайте вспоминать вместе. Образовывается толпа потихонечку. Все начинают волноваться. А что случилось с этой? Вот стоит тут, понимаешь. Явно видно, что иностранка, значит, уже, а у меня уже слезы. Потому что раз она не знает, то эти тоже не знают. И чего куда. Короче, вы можете себе представить? Они останавливают машину. Все объясняют шоферу. Выспросив у меня какие-то вот детальки. И меня благополучно приводят. И когда я вижу свой забор, я же понимаю, что я приеду.